Аль-Хамд, смотрите, в арабском языке есть разница между Аль-Хамд и Аш-Щукр. Аль-Хамд и Шукр. Шукр, благодарство, это бывает за ниаму, Шукрум, ниаму. Но Аль-Хамд, как бы то же самое благодарство, это не только за ниаму, не только за милости. За милость Всевышнего Аллаха и за все остальное. Поэтому, как говорится, Аль-Хамду лилля, Раббил Аля, Аминь, когда человек читает первый аят, слава Аллаху Господу миров, он понимает то, что есть миры. Основные три мира. Аль-Муль-Инс, Аль-Муль-Джинву, Аль-Муль-Маляйка. Мир людей, которые мы с вами сотворены из чего? Из пенсуляля, из ментынь, из глины. А глина, что это такое? Это вода и земля. Если вместе смешать, получается глина. Из этого сотворил нас Всевышний Аллах, Субханаму А.Адам. Опять же, когда мы берем с вами омовение, мы берем или водой, вулу. Если воды нет, то берем таяммум, землей. Аллах нас в этот момент возвращает на основу из того, чего нас сотворил. Людей Всевышний Аллах, Субханам Таиле, сотворил из глины. Аллах, Субханам Таиле, сотворил ангелов из нура, из света, и джинов из огня. Когда читает человек, тем самым, он понимает то, что восхваление Всевышнего Аллаха, величие Аллаха, то, что есть миры. Все, что помимо Аллаха, это Алямин, это мир. И Рабба, Господь, этого только один. Аллах, Субханам Таиле. Аллах, Субханам Таиле. Тем самым, возвеличивает Всевышнего Аллаха, Субханам Таиле, своим сердцем. Понимая то, что Господь творит всего этого. Один, Субханам Таиле. И никому не принадлежит Аллах, вот это восхваление, кроме как Всевышним Аллаху Субханам Таиле. Аллах, Субханам Таиле, сделал Аллах, восхваление. Первый аят в своей книге. И сделал последнее, что скажут обитатели рая. Когда зайдут в рай. Как сказал Всевышний Аллах, Субханам Таиле. Когда зайдут в рай, последнее, что они скажут. Мы зашли в рай. Все, вечное наслаждение. Также, когда воскреснут люди, будут восхвалять Всевышним Аллаху Субханам Таиле. Как сказано. Когда Аллах Субханам Таиле вас призовет. Когда будет даф, ваннушур. Когда все станут из могилы после судного дня. Чтобы ответить за свою жизнь перед Аллахом Субханам Таиле на судный день. Аллах в Коране говорит. Аллах вас призовет из могил. И вы ответите ему через восхваление его. Поэтому Саид бен Джубейр сказал. Когда люди. Когда они воскреснут. Когда воскреснут из могил. Все люди встанут. И все скажут. И му'мин, и кафир. Но у му'мина Аллах примет. У кафира не примет. Сказал Саид бен Джубейр. Второй ая. Милостивый и милосердный. Смотрите мои братья и сёстры. Милостивый. Всевышний Аллах Субханам Таиле проявляет милость. Ко всем в этой дуне. И только к верующим. В Ахирате. То есть имейте ввиду. И свою милость. Аллах Субханам Таиле проявляет. По отношению к верующему. К неверующему. К лицемеру. Ко всем. Ко всем проявляет свою милость. То есть милость Аллаху Субхану Тааля дает то, что люди живут сегодня, дышат воздухом. Это милость Аллаху Субхану Тааля. То, что Аллах дает риск, это милость Аллаху Субхану Тааля. Как сказал пророк Мухаммад Салаллаху Алейхи Вассалам, «Инн Аллах Азиа Ва Джалля» в хадисе Бухарии мусульного приводится, «Инн Аллах Азиа Ва Джалля ю'атид дунья лиман юхиббу, а лиман ля юхибб». Из этой дунья, милости этой Аллах дает, кому любит и тому, кого он любит. Поистине вся эта дунья и все, что в ней есть, перед Аллахом крылышко комара даже не стоит. Если хотя бы крылышко комара бы стоило перед Аллахом, вся эта дунья и богатство, то бы Аллах неверующему не позволил бы даже глотка воды сделать. То есть крылышко маленького комарика перед Аллахом дороже, чем золото, серебро, доллары, евро, нефть и все остальное. Крылышко комара дороже. Это ничего не стоит, сказал посланник Аллаха. Поэтому ар-рахман, милостивый, и также ар-рахим, милосердный. Милосердный именно к верующим в судный день. Проявив свое милосердие к верующим в судный день. И здесь бы хотел упомянуть Тафсир Шинкиты, рахмаллах. Он сказал то, что, смотрите, перед тем, как это привести, у Аллаха есть имена и сафаты. Имена и сафаты, имена и качества. Есть качества, которые можно назвать таким-то и таким-то качеством, которые есть у Аллаха человека. А есть, которые нельзя называть человека таким-то и таким-то качеством. Например, Аллах. Никого нельзя назвать, кроме как Аллаха. Ар-разяфт, дающий пропитание. Никого нельзя назвать, кроме как Аллаха. Но есть такие, например, адель справедливый. Одно из именовых человека можно назвать справедливым. Гафур прощающий человек тоже может простить. Но однако Ар-Рахман, как сказал, никому нельзя говорить милости, кроме как Аллаху. Ар-Рахим можно называть человека. Поэтому Всевышний Аллах в Куране сказал, касательно пророка Мухаммада, он его не назвал. По отношению к верующим пророк Мухаммад был милосердным, а не милостивым. Продолжение следует...